Как считает большинство современных ученых, мы живем в эпоху глобального потепления. Правда, до сих пор не ясно, насколько это потепление вызвано природными условиями и насколько деятельностью человека. Но как бы то ни было, среднегодовая температура растет и вместе с этим растет самая большая угроза, которую это несет – глобальное таяние мировых льдов. Причем проблема в том, что это таяние грозит не только повышением уровня воды и затоплением городов и целых стран. Тут все гораздо сложнее. Меня все еще зовут Симеон и сегодня мы поразмышляем, что произойдет, если на Земле вдруг растают все льды. Начинаем! Как обстоит дело сегодня с таянием льдов? На данный момент таяние ледников – одно из последствий изменений климата. Средняя температура Земли почти дошла до 15 градусов по Цельсию. Это самый высокий показатель на планете за 3 миллиона лет. Сейчас ежедневно тает более 1 миллиона тонн льда. Все это может закончиться крайне печально. Начнутся массовые ураганы, наводнения, затопление городов и стран. Будет резкий спад сельскохозяйственной промышленности и так далее. На данный момент, если глобальное потепление пойдет таким путем, Арктика может остаться без ледяного щита. И в чем прикол? Даже небольшое таяние морского льда в Арктике поменяет циркуляцию в океане и атмосфере. И последствия мы уже буквально ощущаем на себе. Так было летом 2019 года, когда жители РФ в июле кутались в пальто, а во Франции люди страдали от аномальной жары. Стихийные бедствия и погодные аномалии происходят все чаще. 2021 год. Пожары в Турции, Греции, Канаде, наводнения в Европе и других странах. Ураганы в США, летние снегопады, засухи. Мы уже живем с этими последствиями глобального потепления. И не нужно ждать десятки лет, чтобы их заметить. При этом при всем тающие ледники, так сказать, не так далеко, как кажется. Больше двух третий населения Земли проживает в пределах 160 километрах от побережья. А значит, зависит от уровня мирового океана. Если весь лед на полюсах и горных вершинах растает, под водой окажутся миллиарды людей. Глобальное потепление привело к тому, что нагревается и избавляется от ледякового покрова даже арктическая вечная мерзлота. Часть верхнего слоя нашей земной коры, которая в норме никогда и не должна оттаивать. Следствием этого становится то, что в атмосферу выбрасываются парниковые газы, СО2 и метан. Они, в свою очередь, еще больше нагревают планету и это приводит к еще большему таянию ледников. Получается такой себе замкнутый круг глобального потепления в природе. Помимо этого, когда таявший грунт буквально уйдет из-под ног из-за таяния льдов, сильное повреждение получат дороги, газопроводы, здания и другие объекты. По прогнозу американских ученых, в 2050 году будет разрушено как минимум 25% инфраструктуры северных городов России. А на Аляске ущерб от таяния вечной мерзоты и выброса парниковых газов в 2099 году оценили в 5,5 миллиардов долларов. Помимо этого, большие опасения вызывают и появляющиеся после таяния льдов бактерии и вирусы, которые до этого пребывали замороженными в мировых льдах. На сибирском Ямале уже наблюдали вспышку сибирской язвы. И вполне возможно, ее вызвало тело зараженного оленя, которое таяло спустя 75 лет после захоронения. Если даже не считать этот красноречивый случай, биологи предполагают, что в глубинах земли, которая скрыта под так называемым вечным льдом, могут прятаться различные патогены, которые в прошлом вызвали эпидемию испанского гриппа, оспы и бубонной чумы. А исследователи из США уже обнаружили в образцах льда 33 вирусных популяций, 28 из которых ранее не были известны. Кроме этого, под угрозой исчезновения находятся ледниковые запасы различных горных вершин. Например, по прогнозам швейцарских ученых, ледниковые запасы Альп уменьшатся наполовину к 2050 году, а к 2100 году растает как минимум две трети льдов Альп. Исчезнут также, может, и внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, алический ледник, самый обширный и протяженный по всей Европе. Но все же нельзя утверждать, что тают абсолютно все мировые льды на планете. Некоторые из них продолжают расти, но все же, если говорить честно, их рост скорее исключение, чем правило. Все-таки основные ледяные запасы находятся в Арктике и Антарктиде. Неуклонно они уменьшаются. Поэтому ученые выдвигают самые разные идеи по их спасению. Например, льды Арктики и Антарктиды можно восстановить с помощью ветряных насосов и перекачивания воды на поверхность, где она будет быстрее замерзать. Потом можно сделать подводные лодки для производства айсбергов, которые будут погружаться на глубину океана, собирать морскую воду, фильтровать ее от солей и замораживать ее в куски льда, которые потом планируют состыковать с естественными льдинами или забрасывать под ледник. Помимо этого, планируется делать так называемый белый одеял для укрытия ледников, которые должны отражать солнечный свет и замедлять процессы таяния. Как бы выглядела современная география, если бы все льды на планете растаяли? Но все же льды вдруг быстро и внезапно растаяли. Для начала давайте разберемся с тем, как бы изменилась география Земли, если бы подобное случилось. Так вот, в этом вопросе мы можем полагаться на серьезный научный проект от National Geographic, в рамках которого была создана программа «Если весь лед растает». Мировые ученые задумались над тем, какой будет карта мира после всеобщего таяния ледников и составили, так сказать, пророчество, что же ждет наш мир в подобном исходе. На данный момент на Земле находится более 20 миллионов кубических километров льда. Просто такие колоссальные цифры, не так ли? В итоге резкого потепления растаявший лед, который попал бы в океаны и моря, привел бы к повышению уровня воды на 65-66 метров. Это привело бы к поглощению целых городов и стран, изменив общий вид континентов и линий побережья, стерев с лица земли целые популяции насекомых, птиц, животных и людей. Но, к счастью, современные ученые считают, что при нынешних условиях потребуется около 5000 лет, чтобы температура повысилась достаточно, чтобы растопить весь лед на Земле. Однако начало уже положено. Но все-таки, если подобное случилось, что будет дальше? В Европе такие города, как Лондон и Венеция, окажутся под водой. Также затопят Нидерланды и большую часть Дании. Средиземное море существенно расширится и увеличит размеры Черного и Каспийского морей. Теперь переходим к Азии. Так вот, часть восточного Китая и Бангладеш были бы затоплены, а больше 760 миллионов людей оказались бы под водой. Естественно, со смертельным исходом. В список крупных разрушенных городов попали бы Карачи, Багдад, Дубай, Калькутта, Бангкок, Хашимин, Сингапур, Гонконг, Шанхай, Токио и Пекин. Помимо этого, побережье Индии значительно бы уменьшилось. Вся прибрежная зона государства оказалась бы под водой вместе со всем населением. Теперь переходим к Северной и Южной Америке. В Северной Америке всеатлантическое побережье в США исчезнет. Вместе с Флоридой и побережьем Мексиканского залива. Что касается Тихоокеанского побережья, то в Калифорнии холмы Сан-Франциско превратятся в острова, а Калифорнийская долина станет огромным заливом. Силиконовая долина превратится в водную долину. В Южной же Америке Амазонская низина и бассейн реки Парагвай превратятся в проливы Атлантического океана, полностью стерев с лица земли Буэнос-Айрес, прибрежный Уругвай и часть Парагвая. По сравнению с другими континентами, Африка потеряет меньше суши из-за повышения уровня моря. Но прикол в том, что так как подобное таяние льдов произойдет из-за кардинального повышения температуры, то это повышение температуры приведет к тому, что большая часть Черного континента станет необитаемой пустыней или полупустыней. Северная часть Африки, в которую входят Египет, Александрия и Каир, будут затоплены Средиземным морем. На самом меньшем материке Австралии появится континентальное море. И при этом Австралия потеряет большую часть узкой прибрежной плодородной полосы, где живет подавляющее большинство австралийцев. Ведь где-то 3 четвертых Австралии представляет из себя пустыню. А в Антарктиде то, что когда-то было материковым льдом, уже не будет ни льдом, ни материком. Это произойдет потому, что подо льдом находится материковый рельеф, который ниже уровня моря. То есть, насколько я понял, Антарктида просто-напросто исчезнет с карт Земли. Вместо 6 материков у нас теперь будет 5. Какие еще последствия могут быть у глобального таяния ледников? Что ж, нужно понимать, что кроме того, что по всему миру резко повысится уровень воды, мир бы ждала целая куча других проблем. Например, из-за повышения уровня воды огромные потоки соленой океанической воды хлынут в грунтовые водоемы в глубине материка, заливая пресноводные водохранилища. Источники питьевой воды, ирригационные системы, системы охлаждения – все это будет уничтожено. Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет разнообразные погодные аномалии. Взять, к примеру, Гольдстрим – это сильно океаническое подводное течение, которое приносит теплый воздух в Северную Европу и глобально влияет на климат и погоду в Европе и Африке и обеих Америках. Зависит это подводное течение от плотности соленой воды Арктики. Когда эту соль разбавит пресная вода растаявших льдов, Гольдстрим может попросту исчезнуть. Это приведет к крайне горестным последствиям. В Европе начнется резкое похолодание, которое придет к глобальному ледниковому периоду. Но это не самое худшее, ведь в прошлом Европа проходила через малые и большие ледниковые периоды не раз. Дело в том, что если вы помните сказанное ранее, не весь лед находится в Антарктиде. На суше также хранятся запасы пресноводного льда, которые в большинстве своем сосредоточены на всей остальной суше, типа Сибири, Аляски и так далее. Например, растают достаточно большие гималайские ледники. Вроде бы, подумаешь, мелочь какой-то 1%, по сравнению с остальными 99%, но на самом деле все не так просто. Благодаря активной деятельности человека в подобных ледниках скопилось внушительное количество токсичных веществ. К примеру, знаменитого ДДТ – дихлор-дифенил-трихлорэтана. Ученые обнаружили, что подобные токсины десятилетиями накапливаются в ледниках, а в случае таяния быстро попадают во все окрестные водоемы, моментально загрязняют их и делают непригодными ни для питья, ни для жизни рыбы и других обитателей пресной воды. Но и это не все. Также нужно понимать, что лед арктической тундры также растет. Так называемая вечная мерзлота. Помимо огромного количества замороженной органики, типа трупов животных и так далее, в этой тундре содержится 54,5 миллиона литров ртути. Колоссальная цифра. Примерно столько же ртути можно наскрести на всей остальной планете. И все это добро попадет в землю, в почву, отравляя все вокруг. Кроме того, размороженная органика быстро начнет гнить, выделяя в атмосферу огромное количество углекислого газа и метана. Это приведет к нагреву атмосферы, а значит, вскоре за мини-ледниковыми периодами последуют массовые засухи. Пустыню, в которой превратится большая часть земли, будут периодически заливать в наводнения и сотрясать ураганы. Ведь в нагретой атмосфере появится большое количество испаренной воды. Короче, будет полный апокалипсис. Ну что, как тебе перспективы того, если на планете быстро растают все льды? Да уж, единственный вывод, который я могу сделать. Берегите природу, мать вашу! Если ролик, кстати, понравился, то поставь ему, пожалуйста, лайк. Для вас это не сложно, а для нас это огромная мотивация продолжать работу дальше. И до скорых встреч! Пока, господа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok